Что умеет Алиса с нейросетью Яндекс.Джипетти? Представьте, десятки экспертов помогают вам придумывать идеи, писать тексты, получать знания. Алиса, как не волноваться перед выступлением? Алиса нового поколения. Умеет так много. Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Рада вас приветствовать в своем новом видео. И сегодня возвращаюсь к вам с новой порцией мотивации и вдохновения. Сегодня у нас с вами любимая вами рубрика Подготовка к продуктивной неделе. Ну и я свою подготовку начинаю с работ в саду. Сегодня мне нужно привести в порядок зону перед входом в дом, потому что вся клумба с цветами заросла сорняками. У меня, если честно, такое ощущение возникло, что я не цветы подкармливала, а сорняки, потому что вот они просто бушуют, жируют, что в розах, в общем, везде, везде, где я подкармливала, там просто сортовые, отборные, мощные, сильные сорняки. Ну и помимо прополки цветов, мне нужно еще привести в порядок детскую площадку, потому что там тоже наросло сорняков, и сразу внешний вид очень и очень неопрятный. А вот с утра я пропалываю грядку, а уже вечером буду все поливать. Ну и в планах покосить вот здесь траву, потому что по идее у нас здесь должен расти газон, но его также запивает сорняки. Вот я думаю покосим, и как положено по инструкции, обработаем через 3-4 дня химии от сорняков, от одуванчиков. Мы как раз-таки таким образом обрабатывали газон на другой части участка, и нам понравился результат. Действительно сорняков нет, буквально один одуванчик может быть остался, а все остальные сорняки погибли. Клумбу я очистила и перехожу на другую сторону. Здесь, конечно, доставать сорняки гораздо проще, потому что они сеются сверху, где там земля попадает, семечко попадает, а так внизу укровной материал, поэтому особо глубоко на корнями в землю они не прорастают, поэтому убираются очень-очень легко. Но все равно это требует времени, внимания, и сорняки здесь тоже достаточно быстро растут. Больше всего у нас здесь, знаете, растут даже не сорняки, а березы, потому что вот через дорогу несколько деревьев, и видимо с них летят семена, и у нас просто вот ковров прорастает береза, ее нужно пропалывать. Ну и, конечно же, одуванчики, куда без них. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Пришла домой, привела себя в порядок, приняла душ, и сейчас буду водить порядок в спальне. Мне нужно поменять постельное белье, нужно пропылесосить кровать, так как она у нас из текстиля, обивка сделана, я регулярно ее пылесошу, либо липким роликом чищу. И мне нужно убрать весеннюю, осеннюю обувь. Я ее помыла, наверное, несколько недель назад, потому что в мае у нас были заморозки, естественно, эту обувь никуда я не убирала. Помыла, и теперь нужно разложить ее по своим местам. Субтитры подогнал «Симон»! но и заодно я пропылесошу и протру от пыли пространство под кроватью делаю я это регулярно но может быть раз в три недели раз в месяц я там пылесошу были вытираю редко наверное вот но раз в сезон когда меняю обувь что-то по сезону достаю и что-то убираю здесь хранится только моя обувь мне просто так удобно вот когда у нас появилась эта кровать она появилась у нас несколько лет назад это у нас была кровать языке и на ножках естественно там никакого хранения не было я там обувь не хранила вот как она появилась я здесь организовала хранение именно свои обуви просто потому что для меня это удобно я одеваюсь наверху в гардеробной и когда мне нужна какая-то пара обуви мне проще вот достать есть такого доступного места нежели там куда-то убирать наверх кафов просить мужа чтобы мне доставала или какие-то кофры доставал потому что они тяжелые или просто я сама поленюсь доставать потому что это тяжело это громоздко поэтому вот лично для меня такой способ удобен поэтому я им пользуюсь кто-то пишет что это непрактично зачем это делать зачем это нужно под кроватью вот я вам постаралась объяснить это просто для моего удобства и для того чтобы я могла сама эту обувь и достать и вернуть назад и если мне что-то потребуется да я могла с легкостью это опять же достать и носить естественно перед тем как убрать обувь я ее мою потом просушиваю хорошо вытираю и если нужен какой-то уход допустим кожи до напитать кремом потому что все равно отправляем на хранение чем-то обработать замшу чтобы опять же был красивый вид обуви я это делаю высушивают ее полностью не то что знаете там нанесла крем или сбрызгнула чем-то и сразу брала нет она мне просыхает ну вот прям обувь самая такая становится сухая обычная до который можно брать в коробку и вот в таком виде я убираю все на хранение а а а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 особенно вот эти швы, по которым он складывается, потому что, как правило, они самые грязные, когда протираешь тряпочкой, вот прям, знаете, видно, вся пыль, грязь какая-то, крошечки, все там скапливается, и мы, кстати, в выходные с Лешей убрали ковер, который у нас был в гостиной, у дивана, хотел бы, рассказывал вам его убрать, потому что, ну, я думаю, там уже столько пыли, грязи и всего, что даже вот в химчистку не хочу его отдавать, либо посмотрю что-то другое, безворсовое, да, но не знаю, как будет, удобно, неудобно на нем, Маш, играть, либо, думаю, посмотреть вот такой же коврик, так как там ее пространство, там ее игрушки, чтобы у нее была такая выделенная зона, я думала, в спальню уберу здесь, ну, просто будут какие-то игрушки, спущу его вниз, ну, нет, как-то, знаете, так вот, мне не понравилось, как смотрится, здесь уже какая-то именно ее площадочка, такое пространство, и все это как-то компактно, удобно, поэтому думаю, что просто на первый этаж докуплю похожий коврик, вот, и чтобы она там играла, ну, и что, занимаюсь стиркой, глажкой сейчас, как вам и сказала, планирую выделять минут по 15, в день, утром и вечером, чтобы гладить, и вот, первые 15 минут нужно погладить полотенцем, я как раз выбрала, я выбираю однотипные вещи, мне как-то проще-то гладить, не знаю, вы делаете так или нет, или просто, что под руку попадется, я бы достала все полотенца, которые нужно погладить, и блузочки Лизы и Софи, там их буквально по несколько штучек, вот тоже нужно погладить и убрать, но это блузочки такие, которые не в школу мы носим, а просто, да, на повседневную носку, всю школьную одежду я уже перестирала и убрала. Получила комментарий под прошлым видео, что Катя решила погладить по вашему методу с одной стороны, меня не устраивает качество другой стороны, вот все равно все такое мятая, помятая, девочки, во-первых, это не мой метод, я доглажу просто потому, что у меня парогенератор, я думаю, для этого и придуман, чтобы упрощать глажку, например, чтобы можно было погладить постельное белье, сложив его в несколько слоев, и вот именно таким паром, да, этот утюг все проглаживает. Я думала, как раз-таки в этом задача и задумка, чтобы облегчить нам глажку и облегчить нам быт, поэтому я не вижу смысла заморачиваться и гладить еще с двух сторон, меня все устраивает. Плюс я же вот образец для подражания, я не всегда все делаю правильно, я исхожу именно из того, что удобно для меня и для моей семьи. Вот как-то мне пишет Катя, вы там на футболках, на кофточках проглаживаете рукава, и получаются стрелки, у меня даже, честно, нет такой штучки, на которой вот эти вот рукава надеваются, да, чтобы погладить без стрелок, я бы не стала заморачиваться, вот я так глажу, мне так удобно, я не придаю этому вообще никакого значения, поэтому я так делаю. Кто-то вообще не гладит, и им так удобно и комфортно, там, я не знаю, только отпаривают одежду, которую они одевают, а если требуется. Поэтому, мне кажется, вот домашний быт, домашние дела, это настолько все индивидуально, и отталкивайтесь именно от того, как вам удобно и как комфортно в вашей семье. Ни на кого не смотрите. Возможно, есть что-то такое правильное, образцовое, но, я не знаю, эта жизнь, она, в принципе, у нас вся не по правилам. В постирочной я протираю. пыль, протру сейчас пол, поставила стирку, постельное белье, которое я сняла, стараюсь не копить по возможности, а сразу вот отправлять в стирку. Вот так и сделала, потому что у меня не было больше никакого белья, все было перестирано, единственное, что накопилось, только глажка. Просили показать, где хранится грязное белье, какие у меня там баки, корзины, у меня нет ни баков, ни корзин, у меня вот такие мешочки. Это Икея Пакс, они прям шли в комплекте к шкафам. Как в комплекте покупались отдельно, но как такая возможная опция. Ну, и уже вечером я готовлю на завтрашний день. Очень вкусный будет у нас с вами такой пирожок. Здесь у меня 200 грамм жирных сливок 38%, 300 грамм творожного сыра, 25 грамм кукурузного крахмала, 2 яйца и где-то 120 грамм вареной сгущенки. Все очень просто, если у вас есть ингредиенты эти, просто достанете их заранее из холодильника, чтобы они были комнатной температуры, для чего это нужно, для того, чтобы они легко перемешались. И все соединяем в абсолютно произвольной последовательности, можете сразу все положить, размешивать, как вам удобнее. Самое главное, не взбивать эту массу, то есть не нужно мешать миксером. Вот таким венчиком, вручную, аккуратненько перемешиваем все до однородной такой жидкой консистенции. Собственно говоря, и все, и наше тесто готово. Тем мы его переливаем в форму для выпекания и убираем в духовку, в разогретую духовку. Ставьте температуру 200 градусов и убираем минут, знаете, наверное, на 20-30. До какого состояния? Нам нужно, чтобы наша вот эта выпечка схватилась, но центр был немножко жидкий. Знаете, вот если вы подвигаете форму, центр немножко дрожал. Тогда мы включаем либо побольше температуру, если у вас нет режима гриля, чтобы подрумянилась корочка, либо если у вас режим гриль, включите его и немножко подрумяните корочку. Даже если вы там отвлечетесь, у вас быстро-быстро нас хватится, ничего страшного, эта корочка будет вкусной. Ну и как только корочка подрумянится, сразу достаем и охлаждаем наш пирожок. Если вы, конечно, удержитесь, мы сразу съели половину. Ну и еще на завтра я готовлю очень простой и быстрый суп. Для его приготовления нам потребуется куриное филе. Я сразу его нарезаю на небольшие кусочки. Томаты, болгарский перец, лук, сливки, макароны, которые вам нравятся, вода и для маринада курицы нам потребуется оливковое масло, соль и ваши любимые спицы. Возможно, депабрика, сушеный чеснок или какая-то готовая приправа. Вот я как раз сейчас мариную курочку, все хорошо перемешиваю и буду обжаривать кусочки на сухой сковороде до готовности. То есть они должны схватиться, стать румяненькими, но их прям готовить не надо. Нам нужно, чтобы снять такие, они были сочные, ароматные, чтобы они свой сок отдали в наш бульон, в наш супчик. Ну, пока готовится курочка. Я, кстати, не накрывала крышкой. Подготавливаем овощи. Лук нарезаем, нарезаем болгарский перец и томаты. Можете добавить зубчик чеснока, если любите. На самом деле суп готовится очень быстро и получается невероятно вкусно. Если никогда не готовили, обязательно попробуйте. Больше вкусных, интересных, разнообразных, быстрых рецептов вы найдете в моих сборниках. Они прям так и называются. Планируем меню легко, планируем летнее меню. Там именно упор на сезонные фрукты, ягоды, овощи. Много рецептов там из кабачков, из ягод, из фруктов. Ну, вот именно в летний сезон. Поэтому обратите внимание, эти сборнички по ссылочке оставлю для вас в описании к видео ее на моем сайте. Музыка 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 Всем пока-пока